Меня зовут Андрей Жуков, и я сегодня рассказываю о своем проекте. Я хочу внести вклад в развитие транспортной системы Новосибирска. И как житель, как общественный активист, я вникаю в эти проблемы и ищу пути решения. И поэтому у меня есть мечта. Почему? Потому что эта задачка очень сложная, крайне сложная. Поэтому она у меня лежит в формате мечты. Если мне это получится сделать, это будет одно из самых жизненных достижений. И в чем здесь проблема? Проблема в том, что за последние 20 лет мир настолько поменялся очень сильно. То есть пришли новые технологии, появилось новое поколение людей, которые мыслят совершенно по-другому. Они общаются через компьютеры, появилась сотовая связь, интернет, автомобилей стало столько, сколько мы раньше об этом и не мечтать не могли. Правильно? И та дорожная сеть, она сейчас не успевает за той жизнью, в которой мы находимся. Понимаете? И поэтому, как говорится, город не резиновый. И мы сейчас приблизились к такому состоянию, когда все машины на дорогу уже просто не помещаются. И смотрите, то есть у нас появился интернет. Каждый из нас, когда мы двигаемся по городу, мы стоим все вместе в пробках, независимо от того, где ты работаешь и кем ты являешься. И большинству людей это не нравится. И когда мы начинаем реагировать эмоционально, когда нам не нравится, мы заходим в интернет и начинаем видеть там, что оказывается, что в других странах это все совершенно по-другому. Мы в интернете читаем кучу-кучу всяких разных способов, как это можно решить. И в результате что мы имеем? Да практически большая часть людей, жителей, которые с интернетом знакомы, они имеют свою собственную позицию и решение, что нужно делать в городе. Понимаете? И поэтому, если власти сейчас принимают любое экспертное решение, оно может не попасть с тем, знаете как, существует массовое видение. То есть у людей сложилась какая-то массовая картинка в головах. И если в эту картинку не попасть, это вызовет очень большую бурю возмущения у населения. А поскольку все вооружены интернетом, то в интернете эти бури у нас развиваются просто со стремительной силой. И поэтому родилась такая идея создать экспертную площадку. Вот то, где мы находимся сейчас, это экспертная площадка. Где по ТРИЗовским технологиям и по технологиям клуба, где мы находимся, мы просто-напросто снимаем, а какая картинка в головах людей, собственно говоря, сейчас уже сформировалась. Для того, чтобы понимать вообще, чего народ хочет. И у нас сейчас существует управление пассажирских перевозок, это мырия, да? Где мы находимся с вами сейчас? И у меня идейное, ну, что я хочу, какую поддержку? Я хочу проехаться по районам города. Я хочу, чтобы пришло не вот такое количество людей, да? А для того, чтобы технология заработала, да? Нужно, чтобы было не менее 50 человек. Вот тогда это будет очень хороший результат. Когда все 50 человек сработают на одну идею. То есть, я собираю идею с людей, да? То есть, я с каждого могу забрать, то есть, я выступаю как сборщик. Но для этого мне нужна поддержка. Каким образом организовать такие выездные сессии в различных районах города? То есть, к примеру, в Пашино съездить, да? Там, в Снегири съездить, да? И посмотреть. А, собственно говоря, мысли людей в Пашино отличаются от тех, допустим, кто живет в Снегирях. И когда у меня появляются сотни предложений, а мы можем собрать в течение двух часов несколько сотен предложений, да? То тогда я со своей мечтой, я хочу стать общественным конструктором. То есть, я хочу сконструировать, понять, а что вообще общество-то хочет, понимаете? Для того, чтобы строить то, что оно желает. Потому что менталитет в Бразилии один менталитет, менталитет в Германии другой менталитет, в Японии третий, да? И если мы берем какую-то систему оттуда и сюда привносим, она нам не подойдет, понимаете? И поэтому как раз ту технологию, которую мы хотим, мы хотим понять просто-напросто, а какую же систему хотят видеть жители, да? И поэтому у меня идейная поддержка. Каким образом мне организовать вот эти вот выездные площадки? То есть, как туда привлечь людей, да, собственно говоря, то есть, те, которые имеют позицию, да, то есть, которые имеют опыт какой-то, да? Вот, я поставил проблему. Задачку? Да. А когда ты узнаешь, что ты дальше с этим будешь делать, ну, какой у тебя дальше план? Вот у меня тогда появится план по решению этой задачки. То есть, как развивать эту площадку? Потому что количество людей, несмотря на анонс по телевидению, да, ну, недостаточно. То есть, первый раз было 30 с лишним человек, да, сегодня пришло мало. То есть, либо нужно анонс сделать раньше, либо что-то, что-то где-то не так. То есть, мне нужно идти в слабое место, да, мне нужны идеи, как ее развивать. Андрей, правильно ли я, Данила, что вопрос у тебя сейчас, ну, один, это вот, как организовать на местах эти площадки, да? Да. И как их, вот, в основное, ну, сделать анализ от них на большой площадке? Да, да. То есть, два запроса. Ну, получается, да, как на месте, да? Организовать. Да. Вот. А второй вопрос, ну, анализ... Или что? Нет, с анализами, в принципе, я знаю, что делать, да, то есть, у меня тут проблемы, может, даже один оставил. То есть, как организовать на местах площадки? Да, да. Или же собирать информацию? Да, то есть, по-другому даже, смотрите, у людей есть массовое недовольство, да, то есть, ну, практически, общаясь с каждым, большая часть тех, с кем я общаюсь, недовольны транспортной системой. Ну, вообще-то, я имею в виду, не вообще пробками, то есть, транспортной системой целиком. Не только, вообще-то, и дорогами, и ситуацией, и автомобилистами, и общественным транспортом, вообще всем недовольны, да? Но при этом, получается, когда начинаешь общаться, многие даже имеют видение, как это можно решить. Задача, как вот это тут, как эту энергию пустить, собственно говоря, в нужное русло, чтобы она пошла на создание вот этой транспортной системы. Вот такая штука, она вообще, а обязательно ли она, ну, в личной присутствии человека? Не факт, это уже идея, может быть, есть как вариант, мы можем через интернет это сделать, то есть, ну, это как вариант есть. То есть, идея первая, которая у тебя сейчас поступила, то есть, записывай. То есть, первая идея набирает не личное присутствие, я бы правильно правильно понимал, первая идея... Забирать подписи, она просто есть. Ну, подписи, а идея площадки, вы понимаете, да, какие-либо и... Ну, это просто поставить, я сказал, подписи, да, поставить на интернете, можно поставить. Давайте собирать просто. А будет гораздо проще? То есть, собирать идеи через интернет. Да, а что это? Чат, форум. Вполне. Тело. Если посчитать, я не знаю, сколько комментариев на МГС, это вот такой проблемный. Согласен. Конечно, большая часть из них может все ждать. Хоть как-то. Иначе как выцебьешь? Умнение всех. А как вот это? Уточнее, да. Андрей, а вот в каком рекламе вы эту встречу хотите провести, допустим? Ну, организовать, понятно, как организуем, там, помощь, где-то в районе. Добрали вы 50, или, как говоришь, минимум 50, 100 человек. В каком рекламе? Рекламе, смотрите, то есть, значит, берется листочек. Человек пишет предложения какие-то, да, сколько у него есть, да? Потом объединяемся в парах. И в парах мы... Да, ну, разные, то есть, 3-4, в зависимости от количества, да? Мы обсуждаем и выбираем наилучшие идеи, собственно говоря, на группе. Значит, у нас получается вот в каждой группе где-то порядка 10 идей, да? И потом мы все эти идеи начинаем выносить. Вот здесь мы когда это проводили, мы вотклеили нам этот доступ, да? И у нас получается, что, допустим, кто-то говорит, что нужно ввести единый билет. Кто-то говорит, что нужно ввести безналичный расчет, да? Кто-то говорит, что нужно сделать удобную... Развязку, допустим. А? Построить развязку. Построить развязку, сделать перекрестки. И мы видим, что, оказывается, люди-то говорят, вот эти вот... Мы собрали там 100 идей, но когда смотрим, что какая-то группа про билет, какая-то группа про дороги, мы начинаем их классифицировать, и мы приходим к такому пониманию, что мы-то, оказывается, говорим там... У нас 100 предложений, но все они ложатся там всего в 5 колонок, собственно говоря. И когда у нас есть колонка про оплату, да, мы понимаем, что мы просто разные грани показываем. И когда мы это объединяем, вот у каждого человека, который оттуда выходит, он видит, что смотрим мы на одно и то же, но просто чуть-чуть по-разному. Так, понятно. И сколько это во времени? Два часа. Миним. Трудно. Будет забрав, вот, допустим, тосы там, еще такие-то там. Это принудительно. Мы сейчас вот, Валерий Иванович, обсуждаем как раз вопрос, как вот раскачать, чтобы они не в интернете выплескивали это все. Я хотел же в интернете сказать, что... Именно площадку популяризировать, площадку. Вот, вот какая задача. Потому что принудительно через администрацию, не через ТОСы, да, они не будут работать. Ну, Валерий Иванович, прежде чем, чтобы какое-то дело начать, все равно надо с чего-то начинать и понять. Хотя бы с первой встречи, если мы их соберем, я вам сразу говорю, на два часа, это, ну, не получится. Вот, когда мы здесь собирали, помнишь, Андрей, тогда, ну, ну, задача решать, в принципе, риск, это, это была одна аудитория. Когда придут, допустим, там определенный круг людей, и они там выписывали это, и они дальше не будут в этом моменте. Может, тогда сделать какую-то паузу, допустим, собрать эти предложения, выехать, сделать анализ, а потом выйти снова к людям, второй раз на эту площадку, собрав этих людей, и им, вот, о чем вы сказали, уже показатели. Нет. А так вот я вам просто из опыта работы говорю, что двадцать часа, люди, которых мы, допустим, соберем, как вы, Николай Чирилович, можно там, объявить это, и люди придут все равно. Два часа не будет. Солерий Иванович, сколько, на ваш взгляд, опыт? Максимум час-двадцать. Час-двадцать, да? То есть, если вы уже... Даже полтора часа уже людей. Солерий Иванович, если вы ждете в час-двадцать, то это нормально будет. Да, час-час-двадцать. Тогда можно в анонсе тогда указывать вопросы, да, вот, чтобы они не работали уже в группе, а что у них должно быть уже десять, пятнадцать, двадцать, они со своими приходили. Тогда, да, тогда бы... Тогда мы очень быстро отработали. Да, да, да. Тогда вот час-двадцать вообще... Потому что даже я еще, как бы, маленький, вот, даже сегодня я пришел к вам, вот это, я вот, вот это вообще-то должно быть как-то уже, кого вы решили пригласить или объявили, как-то где-то вот эти материалы должны быть. Человек пришел, маленько посчитал, и уже пришел готовый чему-то сказать. А так, когда будет вот спонтанно, чтобы там выдал человека, это, ну, не то будет. Дело в том, что при количестве меньше тридцати человек не работает тридцати, ну, работает не так эффективно, да, поэтому у нас есть запасные технологии, которые здесь вот и применимы при малом количестве. То есть вот сегодня меньше народу. Вот эта технология, она работает лучше. Если бы у нас было, допустим, человек 50 или 200 человек, да, допустим, в той же самой Германии, они прежде чем вынести какое-то муниципальное решение, они собирают от 50 до 2 тысяч человек. Это я знаю. Да. И они уже, когда выносят что-то, да, у них общество не возмущается. Почему? Потому что, ребята, ну, было 2 тысячи человек, и все в ладушах лопали, говорили, что классно, 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 это надо делать. У нас простой пример в городе, когда планировки города, развитие районов обсуждают, это же обсуждают, так сказать, при огромном там залах, и люди там исказывают свое мнение же. Тоже так же, вот, в принципе, что-то близкое к этому. А я говорю, вот, если это, как бы, вы принимаете, я думаю, что вот это нужно будет. Когда мы поедем, мы там, допустим, решать этот вопрос, Вадим Николаевич, мы должны уже, как бы, в главе администрации района предложить, как бы, регламент, предложить там какие-то наши видения, иначе там будет, ну... Ну, понятно. Регламент, понял, понял. Давайте еще идей накидаем. Ну, вот так вот, так учим. Вот еще тогда, минутку. А вот интернет, я считаю, ну, конечно, в современной технологии, вот при нашем, вот, собирать это, это будет просто вал всякого, и просто будут выходить и нажимать, и писать там. Ну, это не даст определенный качеств для нас. А, ну, вы знаете, если вам... Интернет, площадка, они имеют очень интересные штуки. То есть, ну, во-первых, можно создать формат, в котором идея подается. А во-вторых, если на площадке гораздо проще сделать, например, ну, одному человеку обрабатывать будет очень сложно. А если сделать там 20-30 модераторов, которые, ну, по крайней мере, имеют цель выбросить мусор. Я бы услышал, если формат сделать, чтобы какой-то был. Тогда человек, да, что-то можно получить. А так, ну, мы же знаем. Чтобы, то есть, не жалобы были. Да, информация какой-то определить, чтобы по этому формату, тогда можно что-то анализировать. В этом смысле, то есть, что угодно напишут. Очень часто, ну, вот я сам вот пользуюсь интернетом, очень часто бывает, что было бы здорово, что, допустим, я не знаю, какие-то вещи, где можно было там либо предложение разместить, либо посчитать другие предложения, то есть, которые кто-то, и какие-то из них поддерживать может быть. Андрей, а вы такие, ну, свои общества или там, какой контингент хотел бы увидеть? А вот все жители нашего города. А вот здесь социально активные. Вот обращение было такое. Я бы хотел бы, смотри, я бы хотел бы так, чтобы были и автомобилисты, и те, которые двигаются на общественном транспорте, для того, чтобы снять из тех, из других. Идея. Я просто идея про то, что заинтересует каждый возраст, опять же. Нужно понять, ну, точно не пойдет, вот как Александр говорит, кто-то в интернете сидит, а кто-то им не пользуется. Они точно на одной площадке не соберутся чаще всего. То есть понять, на какой запрос, что будет интересно человеку, чтобы ему прийти? Ну, подумать над этим. Не знаю, вот у меня идея появилась, можно ее развить. Вот я сидела и думала, почему бы я пошла туда, да, чтобы меня заинтересовало, да? Это интересно. В очереди стоим, пытаясь все в солнце. Транспортные проблемы, они часто по районам. То есть, соответственно, те, кто живут в районе, будут лучше знать, лучше знать свои транспортные проблемы этого района. И я сейчас в такой образ пришел, то есть, как бы такая здоровая машина, с таким здоровым громкоговорителем, заезжает во двор, допустим, и говорит, «Левиада вам громкоговоритель, разные проблемы, кто хочет сказать и высказаться, приходите, 15-ти минутка, прямо сейчас, спускайтесь, мы записываем», допустим. «Люди там приходят, услышали, приходят, там что-то записываются и говорим». И то есть, идея может быть так, или какая-то еще бригада, которая заезжает в район, и чтобы было узко, узко, не на весь город, ребята, скрыть проблемы своего района. То есть, скрыть проблемы свои улицы. Те предложения, ребята, зачем машина с латишинников, а может в автобусах сейчас, если все правильно знаю, не критикуем чужие идеи, добавляем. Я добавляю. В автобусах сейчас же есть эти программы, которые говорят, объявляют остановку, между остановками проговорить, что есть листовка, и вот там вот порог в пределах сбрасывает листовки. Кстати, вот сидят же в автобусе и в метро, которым вот делать на данный момент нечего. Точно. Опять мы немножко уходим от формата, что вы хотели все-таки длинный час или 15, но в городок едет восьмерка, сколько она? Зампрос «собрать потребность», «Виденье народа». Правильно. Можно сразу, вообще, насколько это реально, допустим, чтобы разместить какие-то бумажки в автобусах, чтобы народ их передавал водителям, а потом пособирать их. Почему? Ящик? Ну, ящик это же надо делать, а конкурент... Нереально. Нереально, да? Информатор тоже трудно, который сейчас авиакомолитет, там программу надо переписывать тогда. Нет, нет, на бумажке, условно говоря, бумажке просто... Ну, и наклейку, то есть... это же может... Ну, если наклейки сделать, как обычно, рекламу делать транспорт и указать телефон, куда-то они должны будут сообщать, отвечу, а бумажки маловероятно. Ну, как бы... Адрес почты... По крайней мере, рекламной площадке в автобусах... ну, это личное, да, там, я понимаю, что не все кондуктора, которые ходят по автобусу, могут, захотят собирать, ну, почему бы не поговорить, если... Женщины разные бывают. Даже дяденька, я знаю, вот в нашем там... И все-таки пожилой дяденька. Он вот... Ты его попросишь, мне кажется, он сделает все, потому что он болеет душой вот за мир. То есть получается идти на личных каких-то... Ну, может быть, это как идея, я не знаю... Идея, записывая идея, там потом отберешься, надо, не надо, решишь, позже. Что-то сработает. Но я знаю, что есть такие люди, которым, ну, не все равно, да? И вот он ходит, говорит, я могу собрать там. Вот если про транспорт, даже в основном, если про транспорт, где есть, большая часть, это маршрутки, и автобус, и как бы вот эта часть, а люди там где стоят? На остановках. Идея в чем? Вдохновить пионеров на то, что вот они приходят, оккупировал остановку с анкетой, подходят и говорят, а вот скажите, пожалуйста, а вот что вы думаете можно улучшить в нашей транспортной системе? И прям пионер стоит и собирает интервью, собирает идеи, записывает. Не пионер, пенсионер. Пенсионер, еще лучше. То есть, вот, его задачка собрать, то есть собрать видение, собрать видение, понимание. Мы сейчас выкидываем, как собирать, да? Насколько тебе важно, вот все-таки, как ты говорил, час-двадцать, минимум или два часа все-таки обработать вместе с ними? И если они приходят с готовыми, то это, получается, нормально сейчас два. Нет, это нормально, но на площадку приходят, но с другой стороны, даже если мы будем собирать людей, для меня это важно, потому что я сейчас четко понимаю, что можно в первую очередь заводить, но это мы провели несколько площадок. Если мы их проведем несколько десятков, тогда я сразу скажу, что в первую очередь нужно выносить вот эти идеи, и тогда нас общество поддержит. А если вы вынесете вот это, общество это все воспринимает. Я просто про то, что если бы я где-то высказала сначала просто свое мнение, мне было бы интересно, если бы у меня на этой листовочке было, что мы собираемся по этому вопросу тогда-то, тогда-то. И он знает, да, если бы он интересовал, то не надо. Или есть база или интернет, куда я еще могу дальше узнать. Все-все, классно. Мне важно, кто-то этим интересуется. Меня выслушали. А как дальше двигается, я уже инициативу проявлю и узнаю. То есть мы, допустим, хотим ехать куда-то там в Краснообск, просим пенсионеров, они выходят на маршрут, собирают инициативу, то есть мы делаем анонс и говорим, что вот через неделю... При этом, да. Вот мы собираем опрос и дальше будет вот это. Я бы тогда пришла в шумицу. А еще даже больше есть штука, например, это... Ну, идея, на самом деле, очень классная, когда на предприятии бывают такие банки идей, и они обычно умирают достаточно быстро, потому что люди там, ну, бросают идеи, то есть смотрят их, не смотрят, плохо, плохо. Зачем бросать? Обратная связь. В Боле. Есть еще очень классная штука, есть реализованные идеи, то есть где-то, ну, что-то изменится, то есть автор идеи там, в техниках автобусах, ну, что-то... А вот, знаете, идея такую еще, у нас сейчас мы вторую неделю, пятница будет дорабатывать, то есть мы сейчас наши контролеры диктофоном выходят на остановки и спрашивают вообще по культуре обслуживания, какие есть, так сказать, предложения, как это улучшить. Вот это, наверное, проще, лучше листовки эти, все записано, и потом, собрав эти предложения, систему какую-то формализовав, можно сделать определенный анализ. Вот мы сейчас делаем, две недели работаем. Выявились многие вопросы, которые... Я вот продолжение интернета, где я предложила бы еще использовать в соцсети, там есть, нужно создать какое-то событие по времени, да, и собрать людей, или также собрать мнение, создать, например, какую-то группу, там, на месяц, или там, на две недели, она чтобы не была бесконечной, чтобы не умерла, постепенно вот так вот, какое-то конечное мнение. На фейсбуке можно создавать анкеты, можно создавать анкеты, что вы считаете лучшим, люди пишут свои, тут же голосуют, я к этой присоединяюсь, к этой присоединяюсь, и пишут свои. То есть прямо есть разработанные инструменты, опроса, составление, ну, опроса и анкетирование. Там много инструментов, что ли? Да, твои дела цены завершились, если я буду. Что было цено для тебя? Ну, для меня ценно было то, что я, во-первых, выскочил из роли придумывателя, да, расслабился и посмотрел, как бы со стороны, то есть, знаете, как с чистого листа, да, я записал, ну, как минимум, и у меня получается записано, 13 идей, в принципе, да, то есть за 20 минут. мы подорожнялись. Да, 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 и в этом плане, ну, у меня картинка какая-то сложила, вы говорили, все прям по ощущениям чувствуют, что что-то хлипло. Что из-за этого проговоренного для тебя, ну, вот так, цепануло больше всего? Ну, сейчас скажу. Первое, что вот сейчас, вот прям, вот так. Получается, это анонс, вот пионеры, потом диктофоны и авторство публично, то есть это действительно очень важно, если мы это сделаем, то есть он будет чувствовать свое соучастие в процессе. Ну что ж, давайте поблагодарим Андрея за его идею, что я хочу. И сильно не расслабляйся, ты же. Спасибо. Спасибо.